Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Николай Голиков и Владимир Сметанин. Да, и наша новая тема, и наш новый гость. Андрей Усенко, секретарь общественной палаты Кировской области. Андрей Аниныч, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Собираемся поговорить о том, как прошла ваша, в том числе, встреча, как руководитель региональной общественной палаты с президентом Владимиром Путиным. В прошлый вторник, напомню, 23-го числа встречался президент с руководителем Общественной палаты России Александром Бричаловым. В зале присутствовали и руководители региональных общественных палат. Вы, в том числе, когда прочитал новость на сайте Общественной палаты Кировской области и когда узнал, что вы самым первым из секретарей региональных задавали вопрос президенту, Я сразу же начал искать видеозапись, без труда ее, естественно, нашел. А я сначала удивился, думаю, почему не по алхавиту, потому что на букву «У», а потом мне жена говорит, так он же на букву «А», он же Андрей. Поэтому первый. Ну, вопрос, многие уже знают, какой вы задавали, это зависимость или независимость средств массовой информации от органов власти, о том, какие есть пути у чиновников для того, чтобы в СМИ их деятельность освещалась таким хорошим все-таки. Почему именно такой вопрос решили задать? Знаете, коллеги, все те вопросы, которые мы задавали на встрече с президентом, мы принципиально изначально определялись о том, что это будут вопросы, касающиеся не каких-то конкретных ситуаций или конкретных регионов. Это вопросы, которые носят системный характер в отношении всей страны, потому что мы задавали эти вопросы не для того, чтобы получить на них такой сиюминутный ответ текущей ситуации. Мы задавали эти вопросы для того, чтобы в том числе сформировать повестку работы и Общественной палаты России, и региональных общественных палат на предстоящий год. Потому что в начале встречи с президентом Бричалов доложила, проинформировал президента о результатах выполнения тех договоренностей, которые были год назад, когда была встреча с президентом страны, нового состава Общественной палаты России. И путем в том числе формулировки этих вопросов мы сформировали себе повестку, скажем, дня на предстоящий год. Поэтому вопросы отбирались, изначально собирались вопросы со всех региональных общественных палат, от членов Общественной палаты России. Потом они обобщались, потому что большинство вопросов носили достаточно однотипный характер. И в итоге были отобраны вот те вопросы, которые носят такой системный характер по отношению ко всей стране. Еще раз поясню, то есть мы задавали эти вопросы для того, чтобы была открыта, озвучена позиция президента по ним и, соответственно, позиция, скажем прямо, государства, чтобы можно было с этой позицией впоследствии работать и на местах, и на уровне Общественной палаты России. То есть теперь, когда, в частности, на тот вопрос, который я задал, озвучена позиция президента касательно того, что действие и деятельность органов власти, конечно же, должна освещаться в СМИ, но речь должна идти о фактах и о сухих фактах, а персональный пиар чиновников недопустим, то теперь я и мои коллеги в других регионах, где бывают достаточно сложные ситуации с этим связанные, и, ну так скажем, в хорошем смысле, вооружившись этой позицией президента, могут к местным органам власти приходить и говорить, вот должно быть так, и если у вас не так, то давайте поправляйтесь. Поэтому вопросы были отобраны именно так, почему я задавал... Этот вопрос, он именно вы автор этого вопроса, да? Нет, автором этого вопроса был не я, потому что еще раз там сформировалось впечатление у многих, когда я вернулся, что это был вопрос о Кировской области, так вот вопрос был не о Кировской области, а от Кировской области, так скажем. Эти вопросы поступили сразу от нескольких регионов, и мы ссылались, я в том числе в своем вопросе, на определенные исследования, которые были проведены по этому поводу, когда там есть прямая зависимость между количеством бюджетных средств, расходующихся на СМИ, и такая интересная статистика положительных и отрицательных упоминаний в СМИ регионального правительства или губернатора. Ну, есть, конечно, выпивающие цифры, я там об этом говорил, когда на два порядка разница между положительными отзывами и отрицательными. Там 6 тысяч положительных отзывов и 50 отрицательных. Поэтому автором этого вопроса был не я, это вопросы, которые поступили от нескольких регионов, но мы внутри, когда обсуждали, внутри Общественной палаты России, когда обсуждали, кто какие вопросы будет задавать, старались подобрать вопросы, ну, скажем так, из той сферы деятельности, которой человек занимается. И в этом смысле могу раскрыть такой небольшой секрет. Собственно говоря, этот вопрос я задавал, потому что пару лет назад Александр Владимирович Боричалов именно в этой студии был у меня в авторской программе «Слово о деле». И тем самым некую ассоциацию с журналистской братьей или цехом, как сказал Владимир Владимирович, вот она возникла. Поэтому вопрос, собственно говоря, задавал я. Но ведь этот вопрос ограничения расходов власти на освещение своей деятельности в СМИ, он в последнее время неоднократно уже поднимается. Там, по-моему, в Госдуме есть соответствующая законодательная инициатива, или даже не одна. И вот как-то кажется, что для президента это вовсе не новость. Ну, естественно, для президента это не новость. Особенно после истории с Сахалинским губернатором, который в том числе потому и привлек к себе внимание, что 600 миллионов рублей бюджетных расходов на СМИ при населении в 200 тысяч человек. Ну, это, конечно, там выпиющий факт по 3 тысячи рублей на человека, когда там посчитали. Наверное, этим деньгам действительно можно было бы найти другое применение. Да просто раздать по 3 тысячи на человека, и все вы были, по-моему, гораздо более довольны. В том числе и так, и то применение, о котором я говорил. Поэтому, ну, наверное, вот таким образом. Тогда вы автором какого вопроса являлись? Ну, на самом деле, да, здесь могу раскрыть тоже небольшой секрет, которого не было там в официальной информации. Мне, по большому счету, удалось задать два вопроса. Просто второй вопрос был озвучен не мной, его отдали там девушке, которая близка к этой теме. И это был вопрос, внесенный в нашу повестку вопросов очень оперативно, практически там в день встречи с президентом. Вопрос касался ситуации относительно исполнения майских указов, так называемых президента, относительно выплат пособий в регионах на третьего и последующих детей. Выплаты нуждающимся семьям в размере минимального, по-моему, размера оплаты труда на третьего и последующих детей. Так вот, уже два года у нас в регионе, это была рекомендация Федерального центра регионам, ввести такие пособия. Уже два года у нас в регионе они выплачивались. И у нас в регионе, как и в ряде других, больше 20 регионов, они выплачивались не только на рожденного ребенка, но и на усыновленного. Потому что по нашему законодательству усыновленные дети у нас равны в правах с рожденными. Не так давно, в начале этого года, Министерство труда и социального развития разослало по регионам такое письмо, в котором обратило внимание на то, что так как в майском указе президента речь шла о повышении рождаемости, то выплата пособий на усыновленных детей не способствует, как они написали, повышению коэффициента рождаемости. В связи с этим регионы, которые ввели вот такую выплату, расходуют средства нецелевым образом. И им рекомендуется эти выплаты отменить, и возмещения по ним из федерального бюджета не будет. Мы направляли, когда рассмотрели эту ситуацию, мы направляли свою позицию в общественную палату России, что, конечно, это недопустимо. Недопустимо по целому ряду моментов, потому что, во-первых, это несправедливо по отношению к статусу детей, и рожденную и усыновленную у нас равны. Во-вторых, это, конечно же, недопустимо в той экономической ситуации, которая сейчас есть. Отменять выплаты нуждающимся семьям, конечно же, нельзя. Ну и, в-третьих, самое вопиющее, когда государство у нас всячески старается и говорит о том, что надо решать проблему социального сиротства, надо сокращать количество детей в детских домах, и при этом другой рукой, что называется, прекращать вот эту помощь, которая есть, конечно же, это недопустимо. Вот этот вопрос был задан, но он, еще раз повторюсь, не был в изначальной даже повестке. Но Александр Владимирович Бричалов, когда президент уже сказал, что закругляемся, он сказал, что последний вопрос у нас остался. Он был задан, и надо отдать должное. Владимир Владимирович сказал, что это, конечно же, несправедливо. Бричалов передал ему это письмо Минтруда, в котором об этом говорилось, и президент сказал, что с Минтруда и Минфином разберутся с этой ситуацией. Я надеюсь, что, действительно искренне надеюсь, что там разум возобладает, и майские указанные президенты будут прочитаны не буквально, а по духу, что называется. Эти выплаты сохранятся, и, вы знаете, тогда я буду считать, что все вообще это было не зря. — А вот интересно, заранее президенту как-то намекали на то, что вот такие вопросы будут? Или он видел список буквально этих вопросов? — Вы знаете, я, честно говоря, вот этой кухни не знаю. То есть мы вопросы обсуждали внутри самой Общественной палаты России, естественно, заранее. Потому что, еще раз повторюсь, для нас это возможность не решить всю минутную ситуацию, а получить инструменты и механизмы для воздействия на системные проблемы, которые есть в обществе. При этом обсуждении присутствовали сотрудники администрации президента, но никаких корректировок или изменений в наши вопросы не вносилось. То есть я думаю, что они просто знакомились с содержанием вопросов для того, чтобы в какой-то смысле сориентировать президента по тем или иным ситуациям. Но, еще раз повторюсь, мы абсолютно свободно отбирали вопросы. Это было действительно такое формирование актуальной повестки дня. — Кстати, очень жаль, может быть, даже мне в некотором смысле, что все материалы в наших региональных, по крайней мере, СМИ, были посвящены только моему вопросу. Потому что, на самом деле, вопросов было 10, и среди них были действительно очень серьезные. — Давайте пройдемте как раз. — Нет, но, опять же, Андрей Леонидович, понятно, почему именно ваш вопрос. Потому что вы сейчас сказали, что, в принципе, это был не вполне вопрос от Кировской области, это был просто вопрос, связанный с ситуацией в России. А сам вопрос от Кировской области оказался немножко зашифрован. Если бы СМИ знали, что Кировская область больше заинтересована вот такой-то темой, то они бы подняли эту тему. То есть тут получилось так, что немножко перемудрило вот это вот. — Мне кажется, это просто был один из нескольких таких скандальных, скажем так, вопросов, таких ярко привлекающих внимания. Остальные вопросы были, может быть, менее такими яркими, поэтому было внимание к ним. Но я расскажу о нескольких вопросах, которые были. Они касались, часть касалась деятельности самой общественной палаты, а часть касалась социальных ситуаций. Мы задали вопрос о принятии модельного закона о региональных общественных палатах. Эта тема обсуждалась еще в прошлом году, но, к сожалению, пока в Госдуме закон еще не прошел даже процедуру комитетов. А это для нас очень важно, потому что принципы формирования и принципы деятельности общественных палат во всех регионах разные. И мы сами, сообщество общественников, видим необходимость в унификации этих правил для того, чтобы и региональные органы власти получили четкую установку о том, как должны формироваться общественные палаты. И сами общественные палаты в процессе своей деятельности руководствовались какими-то общими принципами. — Ну, это прерогатива местных парламентов, да? — Да, принятие этих законов, ну, скажем так, если будет принят... Сейчас на данный момент это регулируется местным законодательством, но если будет принят федеральный закон, такой модельный, типовой, об общественных палатах, то, по крайней мере, принципы формирования там должны будут определены. Потому что сейчас где-то полностью общественную палату формирует губернатор в полном составе. Где-то, как у нас сейчас по закону, там участвует ЗАГСобрание. — Губернатор, общественный организм. — Да, да, да. То есть, ну, есть разные варианты мыска. Мы поговорили с президентом о необходимости этой унификации, он с этим согласился. — А какие-то местные особенности при этом предусматриваются? — Ну, я сейчас точно не скажу, потому что, собственно говоря, там текст законопроекта еще достаточно такой сырой. Но тот законопроект, который есть на данный момент, он предусматривает три механизма формирования. Так скажем, порядок формирования третий. То есть, принцип по третий от губернатора ЗАГСобрания и общественности, он остается. Но вот порядок формирования этих третий, он там может варьироваться от региона к региону. То есть, где-то сначала губернатор, потом УЗС, потом общество. Где-то сначала общество, потом губернатор, потом УЗС. То есть, пока закладывается такой принцип. — Ну, наверное, не столь принципиально. — Ну как тебе сказать? Может быть, если начать, наоборот, с общественных организаций, которые потом будут уже кого-то утверждать. — Может быть, интересная ситуация. — Был очень важный вопрос о процедуре нулевых чтений. Это то, чем Общественная палата России серьезно занялась с приходом Бричалова. И это одна из серьезных тем нашей деятельности. То есть так называемые нулевые чтения законопроектов еще до того, как они поступают в Госдуму. Для того, чтобы была возможность на них повлиять. Вот за прошедший год Общественная палата по 24 законопроектам такие чтения провела. И по 10 предложений Общественной палаты были приняты. Мы проинформировали об этом президента, но опять же с точки зрения того, чтобы эту практику можно было перенести на региональный уровень. То есть сейчас, опять же, я должен сказать, что у нас в Кировской области есть хорошая договоренность с законодательным собранием. Мы получаем некоторые законопроекты, которые являются социально значимыми на процедуру общественной экспертизы. Ну и проводим ее. Более того, коллеги из других регионов с чувством уважения подходили ко мне и говорили о том, что вы умудряетесь давать отрицательные отзывы на... Ну вот последний такой пример — это законопроект о митингах. О митингах, да. Общественная палата дала отрицательное заключение на этот законопроект. Эта позиция была озвучена на пленарном заседании ЗАГСобрания, потому что мы сформулировали четко. У нас процедура общественной экспертизы достаточно регламентирована. Мы должны ответить на несколько вопросов, которые касаются этого законопроекта. В том числе относительно, скажем так, социальных выгод, которые получит общество. Мы написали, что в данном случае социальных выгод не наблюдается и что законопроект ограничивает права граждан. Андрей Леонидович, вы тоже сказали, что у вас сейчас хорошая договоренность с ЗАГСобранием, да, и вот вы некоторые законы получаете. То есть получается так, что если ЗАГСобрание сменится, договоренность может пропасть? Или это как-то оформлено? Ну нет, у нас есть оформленное соглашение о взаимодействии с ЗАГСобранием. Конечно, по закону, по законодательству Кировской области, Общественная палата обязана проводить только общественную экспертизу изменений в устав области. Что мы, кстати, тоже не так давно делали относительно изменения к воруму. И также дали отрицательное заключение на этот законопроект. Но благодаря нашей все-таки конструктивной позиции и взаимодействию с ЗАГСобранием мы получаем другие законопроекты. Ну вот, в частности, могу привести пример тоже не так давно. Мы рассматривали предлагаемый законопроект, меняющий порядок получения определенного объема леса жителями Кировской области для индивидуального строительства отопления. То есть предлагалось, так как существует много фактов использования этого леса не по назначению, правительством области предлагалось ограничить достаточно серьезный круг возможных получателей. Но мы также дали отрицательное заключение на этот законопроект, потому что, на наш взгляд, в ситуации, когда расчетная лесосека используется наполовину, и, собственно говоря, богатство региона лес не используется полностью, ограничивать права граждан в этом смысле, наверное, нет смысла. Это одна из редких, не такого большого количества форм поддержки, которая прямого ущерба бюджету уж точно не наносит, а людям позволяет решить свои вопросы. Поэтому мы считаем, что лучше навести порядок в использовании этого леса, нежели чем просто ограничивать право граждан. Поэтому вот такие процедуры у нас налажены, но, опять же, эта ситуация не во всех регионах, да, и мои коллеги из других региональных общественных палат, воспользовавшись вот этой позицией президента о необходимости проведения нулевых чтений, теперь будут со своими законодательными собраниями работать уже на основе вот такой государственной позиции. Это, может, уже в ближайшее время реализовано? Да-да-да, это сейчас все берется в работу. То есть, ну, здесь, конечно, все зависит уже, собственно говоря, от того, как сами общественные палаты будут эти механизмы использовать. Как я уже сказал, где-то палаты сформированы там достаточно лояльно региональным властям, где-то они, наоборот, находятся в абсолютном, там, скажем так, информационном вакууме. Вот, что касается моего вопроса, ко мне подходили коллеги после того, как я его задал, и говорили о том, что есть прецеденты, когда там ни один материал в СМИ не размещается без такой визы администрации губернатора. Так что... Я сейчас захотелось пофантазировать, вот бы, не знаю, там, на месяцок поменяться местами нашей общественной палате язык собрания. Смотри. Вот так. Ну, я думаю, что здесь каждый на своем месте находится. Все-таки институт парламентаризма, там, имеет свой функционал, представительная, законодательная власть. Но, мне кажется, что в этом смысле общественная палата достаточно неплохо его дополняет, позволяя расширить, там, представительство мнения общества и граждан вот в этом законодательном процессе. И, собственно говоря, об этом и сказал президент в своей вступительной речи, когда говорил о создании общественной палаты 10 лет назад. Общественная палата России, это было решение на уровне государства. Он сказал, что как раз это еще один из инструментов обратной связи. Что парламентарии, как он сказал, там, в отношении Госдумы уже несколько перестали выполнять функцию прямого представления интересов общества. Поэтому понадобился такой инструмент, как общественная палата. А интересно, как эта система будет работать с новым, да, порядком формирования общественной палаты, когда 12 представителей ЗАГС-собрания попадут в общественную палату. Это же не депутаты будут 12 человек, это просто представители выдвинутых из ЗАГС-собрания. На самом деле, я очень надеюсь, что депутатский корпус, который получил право выдвигать, определять 12 человек, которые будут работать в общественной палате, все-таки будет следовать тому принципу, который и был заложен в общественную палату, и на котором она работает. То есть это не будут 12 человек, которые, так скажем, будут помогать в чем-то ЗАГС-собранию. То есть это не будет лобби. В прямом, да. Я все-таки надеюсь, что это будут те 12 человек, которые будут в хорошем смысле помогать ЗАГС-собранию, принимать решения, в большей степени отражающие интересы общества. Ну и потом, в конечном итоге, ЗАГС-собрание, собственно, будет ведь иметь право прислушиваться или не прислушиваться. Ну, мне кажется, ЗАГС-собрание имеет, во-первых, это право и сейчас, а во-вторых, делегировав своих 12 представителей в общественную палату, оно попадает уже в некоторую ситуацию, когда обязано уже будет прислушиваться. Не только обязано, наверное, сколько уже появляется больше вероятность, что оно прислушивается, потому что как бы все-таки на своих людей работали, да? Ну, по крайней мере, общественная палата сможет на это ссылаться. Представляя свои предложения или замечания ЗАГС-собранию, можно будет говорить о том, что... Вы же их выбрали, да? Это принято теми же людьми, которые определили, да. Так, что касается других, не мастер-дивили немножко, да? Да, была еще одна из очень важных тем, ее озвучила Диана Гурцкая, это реализация, введение инклюзивного образования в России. Это государственная позиция, введение, напомню, инклюзивного образования, это включение детей с особенностями развития в такой общий воспитательный, общий образовательный процесс. Мы часто об этом в последнее время говорим, и немало делается, да? Да, немало делается. Позиция государственная по этому поводу есть, но, как всегда, у нас в стране есть, знаете, там, и перегибы, что называется. То есть, Диана привела в своем как раз вопросе пример о том, как в одном из регионов школу для слабослышащих детей объединили со школой для слабовидящих детей. И в результате вместо, там, инклюзивного образования получилось вообще какое-то недоразумение, там, как сказал об этом президент, потому что совершенно разные методики, и вместо включения детей в общий процесс получилось, там, недообразование какое-то. То есть, они по-прежнему отдельно остались? Они остались отдельно, и в результате непонятно, по каким методикам учить, потому что одни плохо видят, другие плохо слышат. Конечно, такие случаи недопустимы, и это, опять же, понимаете, очень серьезный сигнал, посланный всем структурам, государственным чиновникам, которые занимаются этим вопросом. Не надо просто брать и все оптимизировать. Надо очень разумно ко всему подходить и в каждом случае делать это достаточно индивидуально. Потому что у нас волна пошла, объединение оптимизации, и бездумно это все происходит. Поэтому тоже системный вопрос, который, опять же, регионы берут на вооружение, используя позицию президента, могут, скажем так, корректировать деятельность собственных региональных или муниципальных властей. Давайте сейчас прервемся на небольшую рекламу, после чего продолжим наш разговор. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Дневной разворот» в Кирове. Напомню, что в гостях у нас Андрей Усенко, секретарь общественной палаты Кировской области. И продолжаем мы говорить о встрече руководителей региональных общественных палат с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла почти что уже неделю назад. Много шутников, Андрей Леонидович, в интернете. Про журмский класс надо было вопрос задавать. Это уж да, это просто все ждали. В последнее время вопросы от Кировской области все ждут каких-то таких вот конкретных. Может поэтому и воспринялись, что вопрос по СМИ он тоже такой же конкретный. Да, искали в нем подвох все-таки. Да, конкретной какой-то фирмы касается. Да, что касается других важных вопросов. Да, если продолжить тех вопросов, которые еще задавались, также мы обратили внимание президента на сельской территории, потому что это очень большой объем общественных интересов граждан России. В частности, выступал как раз член общественной палаты Краснодарского края. Он сам живет в небольшом хуторе. Он говорил о том, что больше 100 тысяч, по-моему, сел и хуторов, таких небольших населенных пунктов России, и что больше двух третий от общего количества вообще не имеют никаких учреждений культуры. Просто не имеют. Но, опять же, мы все вопросы задавали не просто с точки зрения вот такая ситуация и что делать. Мы подняли достаточно интересный материал о том, что в этом году выделяется 4 миллиарда рублей на строительство объектов культуры в сельской местности. И в Кировской области тоже есть такие движения, да? Да, да, да. У нас 4 много... Николай, как специалист по районным новостям. Я больше слышу новости о том, что у нас где-то уже вообще все перекрыто полностью. Но хотя я говорю, что если говорить об этом, есть примеры, но там примеры, связанные не с деятельностью государства, которое что-то строит, а с деятельностью самих людей, которые находят спонсоров, находят каких-то земляков, которые разбогатели, поднялись и живут день там ОАЭ, и вдруг присылают денег там. Вот так в основном решают проблемы, к сожалению. Ну вот об этом речь и шла, потому что, когда мы сказали, что за эти 4 миллиарда, которые выделяются в программе, запланировано построить по всей стране 30 объектов, 30 объектов при 100 тысячах населенных пунктов, где их нет, мы сказали президенту, что, Владимир Владимирович, вот не надо таких объектов за 150 миллионов. Лучше разбить эти деньги на 3-5 миллионов, и за эти деньги в гораздо большем количестве сел и хуторов можно либо восстановить тот дом культуры, который есть, отремонтировать, либо построить небольшое там помещение, которое будет работать, но это будет решать гораздо большее количество социальных вопросов, чем там 30 объектов за 150 миллионов. Президент с нами согласился, хотя обратил внимание на то, что деятельность регионов в этом смысле тоже не очень эффективна. В частности, были цифры по Минсельхозу, по прошлому году выделялось порядка 170 миллионов на реализацию общественной активности в регионах, причем не в областных центрах, а как раз в сельских поселениях. Из них освоено было, термин такой бюджетный, по-моему, 60, а 110 вернулось в федеральный бюджет. То есть регионы не участвовали в этой программе и не привлекали эти деньги. Хотя это была та возможность, которая у всех регионов была. Мы эту ситуацию посмотрим обязательно, и программа будет действовать и в следующем году. Я думаю, что надо будет следующему составу общественной палаты Кировской области обязательно этой темой озадачиться. А каких именно культурных учреждений не хватает людям на селе? Что это обычный дом культуры, кинотеатр, музей? По сути, понимаете, учреждение культуры на селе, оно абсолютно многофункциональное. Многофункциональное. То есть там не надо строить отдельный музей, не надо строить отдельную какую-то концертную площадку. Это должно быть сосредоточение общественной жизни. Туда должны приходить люди, там должны быть разные мероприятия, и собственные, и какие-то привозные. Но это должно быть то, что будет создавать для людей комфортные социальные условия жизни. То, чего сейчас не хватает, и то, что является, собственно говоря, то следствием, чего является отток людей из сельских территорий в областные центры. Вот мы же ездили вместе с вашими же коллегами в Малмыш, там проблема в чем. Там есть дом культуры, но дом культуры построен там при царе Горохе. Там есть вот просто чисто физически место, да, там место для того, чтобы вот все активные общественные организации, активные культурные организации могли поместиться, там просто нет этого места. Им не нужен дворец, там просто население столько нет на большой дворец, да. Но просто нужно, условно говоря, нормальный функционирующий там дом культуры, где может расположиться и библиотека, там, условно говоря, и сами какие-то культуры учреждения, какие-то межнациональные организации. Там есть дом культуры, но он мал. Но опять же, дворец культуры там тоже не нужен, да, как бы вот такой, потому что там уже просто население, да, такого нет. И, по-моему, в очень многих деревнях, где просто нужно какой-то, по-русски говоря, нужна какая-то хорошая изба, где могли бы расположиться вот эти простые вещи, да. Там не такая большая библиотека, там не так много, условно говоря, кружков. А вот это и помещение просто нет, помещения нет. Ну, главный вывод, который мы сделали, и который, собственно говоря, озвучил президент, он состоял в том, что надо обязательно при реализации вот таких программ учитывать мнение с места, потому что там федеральное правительство решило выделить деньги, решило построить за это там 30 вот этих там культурных центров, а на самом деле запрос с места совершенно другой. И вот у нас возникает вот этот конфликт непонимания между властью и обществом. Власть считает, что делает хорошо, а общество понимает, что надо делать по-другому. И, собственно говоря, вот в этом и функционал общественной палаты в том числе, чтобы вот эти интересы свести. И если мы сейчас получим, опять же, ситуацию, когда планы вместо 30 на 300 изменятся при сохранившемся объеме финансирования, то это будет решение, собственно говоря, этого вопроса, но уже с учетом мнения общества. И просто для большего количества людей, да, то есть как бы это почувствуется. Что еще? Ну, был еще очень интересный вопрос относительно ресурсных центров по семейной поддержке. Он как раз был в той же конве, о чем мы сейчас говорили. То есть выделяемые государством и региональными бюджетами средства на поддержку семей, на поддержку работы с молодыми семьями, с молодыми матерями, зачастую идут по тем программам, которые в самим обществе не востребованы. То есть написали программу, реализовали, а, собственно говоря, там оценки по результату нет. Вот для этого предлагался механизм создания таких семейных ресурсных центров, которые будут агрегировать как раз в себе различные формы работы и с семьями, и с подрастающим поколением. И направлять средства, которые государственно выделяются, именно через них. Для того, чтобы эффективность расходования этих средств, достижение результатов была гораздо выше. Президент попросил подготовить ему предложения по этому поводу. Они готовы, были переданы. Есть хорошие примеры. Этот вопрос был, по-моему, от Пензенской области. Там достаточно молодая девушка, мать пятерых детей, что всех удивило, когда она встала и сказала об этом в хорошем смысле. Но вот у них этот опыт есть. Мы тоже его посмотрим с коллегами по Общественной палате Кировской области. Мы уже договорились, что возьмем эту тему в работу. Если это будет действительно применимый и эффективный механизм, будем над ним работать. А вот еще, Андрей Леонидович, такой вопрос. Если в Кировской прессе в основном упор шел на тот вопрос, который задали вы, то если брать освещение вообще в среднем по России, то куда больше внимания, по-моему, привлекли слова Владимира Владимировича как раз о некоммерческих организациях и о тех самых пылесосах, которые вытаскивают из школ талантливых школьников, из проекта их за рубеж. Вот как-то, не знаю, для меня как-то угрожающе прозвучала вот эта вот его версия, что будут опять сворачивать активность НКО. — Ну, мне кажется, все такие ограничивающие деятельности НКО законы уже приняты, и законы об иностранных агентах. — У меня такое ощущение, что все. То есть законы об иностранных агентах принят, законы о нежелательных организациях уже тоже принят, по которым впрямую запрещается целый ряд видов деятельности. Сейчас речь идет, и мы об этом опять же на встрече с президентом говорили, о формировании реестра НКО. Тема очень серьезная, потому что в Минюсте там, по-моему, 220 тысяч организаций в общей сложности по России, у нас, по-моему, больше двух тысяч. Реально работающих из них действительно там, ну, треть с трудом наберется. Очень многие там созданы просто в качестве там, ну, захотелось, создали, а потом, собственно говоря... — А потом когда-нибудь пригодится, лет через пять можно... — Да, да, да. То есть реально не работает. Государство сейчас ведет речь о том, что необходимо сформировать этот реестр. Но мы уже столкнулись с чем. Я вот на собственном примере могу привести. Не так давно было на совещании у Полпреда, было заседание совета по как раз общественным организациям. Там был руководитель агентства по делам молодежи федеральной. Он сказал о том, что мы собираемся создать реестр, значит, там, общественных организаций, НКО, получателей грантовой поддержки. Мне пришлось выступить и сказать о том, что, коллеги, давайте вы на уровне федерального правительства договоритесь о том, что реестр будет один. А то сейчас каждое ведомство начнет создавать свой реестр, а зная отношение НКО и, собственно говоря, разделяя это отношение к действиям государства, когда тебе каждый день там начнут приходить письма, подтвердите свою деятельность, мы включим вас в реестр. Чем вы занимаетесь? Значит, а реестр за собой, как мы всегда там подозреваем, повлечет там какую-нибудь ежеквартальную отчетность, там, надзор и все остальное. Я говорю, этого делать нельзя. Вы распугаете там НКО, который и так сейчас находится в состоянии достаточно таком напряженном с точки зрения действия государства. Поэтому и с президентом, и накануне, когда у нас была встреча с министром юстиции Коноваловым, мы как раз об этом в реестре говорили. Очень важно то, что сейчас государство, в принципе, дало возможность Общественной Палате России сформулировать свои предложения относительно порядка ведения этого реестра и механизмов попадания в него. Мы сейчас будем над этим работать, чтобы для НКО это прошло как можно менее болезненно. Остается у нас буквально минута, чуть больше. Андрей Леонидович, не могу не спросить про существующую ситуацию с формированием нового состава Общественной Палаты Кировской области. На каком сейчас этапе какие новости? Ну, сейчас, насколько мне известно, направлены приглашения определенным людям, определенным гражданам, которым предложено войти в состав 12 человек от утверждаемых губернатором Кировской области. На июльском пленарном заседании Законодательного собрания будут должны быть определены те 12 человек, которые от ЗАГС собрания. Ну, а в конце августа-сентябре будет формирование 24 человек от общественности. То есть, конец-то формирования подразумевается, когда? Ну, окончание срока действия текущего созыва — это октябрь. 25 октября начало действия, но я думаю, что где-то 20 числа октября это будет у нас такой период передачи полномочек от действующего созыва о будущем. В общем, в конце июля мы узнаем половину губернаторской и ЗАГС собрания. Ну что, спасибо. Завершаем наш разговор. Спасибо нашему гостю Андрею Усенко, секретарь общественной палаты Кировской области. Завершается на этом дневной разворот в Кирове. Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Я, кстати, не прощаюсь. До встречи в программе «Особое мнение». Сегодня гость особого мнения, уполномоченный по защите профпредпринимателей в Кировской области Андрей Вавилов. А я прощаюсь, но ненадолго в пятницу. Снова встретимся. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!